У нас на очереди очередной отель, заселяемся. Он находится прямо на почве ЖД вокзала, именно поэтому мы его и взяли. Наш номер уже готов, это прям вообще классно, потому что время всего лишь только 11 часов, 6 в 1. Волочер на завтрак, волочер на завтрак. Пойдем смотреть за номер. Шестой этаж, 6-2-1 номер. Еще лифты, там направо. Ого, такой большой. 6-2-1. Входим, держите дверь. Ну кстати, большой номер, я думал, что он будет меньше. Балкона нет, окна непонятно открываются или нет. Ярослав у нас будет спать под телевизором, под тумбочкой. Вот, кресельцево, интересное. Радисон-то прям совсем был какой-то грустный. А здесь вот интересный декор такой. Сейчас на 05 переключусь. Так, вот, другая камера, более широкий обзор. Такой вид из окна. Да, окна, к сожалению, не открываются. Вид из окна. Форма до торгового центра тут совсем рядышком. До стокмана тоже рядышком. И ванная. Бутылка вина явно не комплиментарь, это все плотно, даже вода плотная. К ванной. Свет, где включается свет. Так, нет магии, надо ключ ставить. Во, вот, другое дело. Ванная. В общем, все. Немного внутренности отеля. Здесь вот такой, получается, еще внутри и торговый центр. Сокус. И гостиница, и центр. Кинули чемоданы. Тут можно сразу в торговый центр зайти. Вот такой выглядит вобби. И ресепшн. Вот в отеле есть какое-то лицо. Это четверка, но она более интересная, чем вот пятерка, в которой мы были только что. Осторожно, двери открываются. Ну и собственно, почему мы взяли этот отель. Потому что, прямо через дорогу находится вокзал, а мы затронем на поезде. Вот только на альтернаторе. И в тренировке. Впишься. И в тренировке. Впишься. Впишься. С в этом гостях. Впишься. Впишься. Наех. Не знаю, что это для дороги. Вот сейчас в центре Хельсинки нахожусь, вот один из языков, как мы видим, русский. Финский и русский. Есть маркет. Идем на завтрак, в отличие от отелей и других, здесь завтрак находится на десятом этаже, не внизу, а на самом верху. Да, где завтрак? Здесь, наверное. Че на русском-то не написали, а? Здесь по меню интересно, я с ветка встала ниже этого буфета. Вот здесь вот куточек такой, здесь буфет. Ну и максимально стандартная история. Булочки, хлеб, фрукты, масла. Зона ассоциров, колбаса такая, не самая большая. Перчика, если вам не хватает огня с утра. И булочки, вот это прикольный компот такой. То есть, елбот. Сухой завтрак, мысли. Здесь беконная зона. Ну и вот там сладости. Здесь сладости, в общем. Здесь булочки финские, корейские. Где-то инфризоны. Ну а там как будто с красивым видом покупают. Все заполище. Ну все. Давай. Кажется. Что там же фрукты сильно много наливают? А, вот. Уходить. Что-то лозена. Вот такой инфекционер. Блин, это наверняка какая-то супер-мега инсталляция. Может надо было в квиточек какую-то вазу просто опустить и все. У них все на самообслуживании на софт-сервисе. Дай выйдем посмотрим, что там за вид. Холодно. Холодно сегодня. Красава очень хотел этого медвежонка просто. У меня сейчас детское счастье его, да? Покажи медвежонку еще раз. На гитаре этот медвежонок играет. Да. Да. Как я понял, там нет никакого номера маршрута. Это просто написано папку. То есть это видимо то ли пивной. Да, вон походу там бар внутри. Это пивной. Трамвайщик такой есть. Обязанная экскурсия и два в одном пиво. Да. Трамвайщик такой есть. Да. Да. Трамвайщик. 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 Продолжение следует...